Не для галочки на бумаге, а для помощи людям. По такому принципу в Ульяновске принимают на работу люди из ОВЗ. В конце прошлого года число сотрудников предприятия «Автоконтакт» превысило отметку в 100. Почти 50% из них инвалиды по слуху или зрению. Завод дает возможность другим работодателям арендовать рабочее место для выполнения квоты по трудоустройству и занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. Если работодатель не может по тем или иным причинам создать у себя рабочее место, то может с 1 сентября будет обязан по 366 постановлению правительства Российской Федерации трудоустроить к себе инвалиды. Но если, еще раз повторяю, не может трудоустроить, то может арендовать это рабочее место у нас. Либо на наших предприятиях, либо у нас в Ульяновской областной организации, либо в Доме культуры. Всего в Ульяновской области по такой аналогии доступно 160 рабочих мест. Столько же в Димитровграде. В культурно-спортивном реабилитационном центре готовы предоставить в аренду еще 25-30 мест. Такая услуга не нужна, если работодатель может самостоятельно создать комфортные условия труда и включить инвалидов в штат. Все тонкости обсудили на разъяснительном семинаре. Здесь же объяснили изменения в законодательстве. Сегодняшний день квота у работодателя считается выполненной в том случае, если он создал рабочее место для трудоустройства инвалидов. С 1 сентября текущего года это изменение коснется всех работодателей, которые должны квотировать рабочие места. А это все работодатели, у которых численность среднесписочных работников 35 человек и более. Людей с ОВЗ принимают на самые разные профессии. От водителя до слесаря-сборщика. Все зависит от совета врача, где человек может работать, что не вредит его здоровью. Поговорив с работодателями, стало понятно, в коллектив новых сотрудников принимают с улыбкой. Каждый помогает новому коллеге как можно быстрее адаптироваться. Условия для инвалидов у нас хорошие. У нас есть свой буфет, сауна, баня, душевые, спортзал, тренажерный зал. Также по трудовому кодексу им положено отпуск 30 календарных дней. Все это мы предоставляем. В Ульяновской области живет 30 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них официально работает четверть. Еще тысячи регулярно обращаются в органы службы занятости. На единой платформе размещено больше шести сотен вакансий. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Улл. Правда. ТВ.